Практическая психология Семейными парами И смотрели короткометражный фильм Всего лишь 7 минут Фёдора Бондарчука «Плов» И вот сидит там девушка И есть у неё Я бы сказала Весьма классическая история Любовного треугольника Но кто-то пытается и умеет расстаться А вот наша героиня Главная в этом фильме Не смогла расстаться Ни со своим мужем Ни со своим новым любовником Эмоции после просмотра этого фильма У всех разные И мне вот очень интересно было Посмотреть, как на это реагируют мужчины Как на это реагируют женщины Кто-то говорит, о, вот это да Вот это высший пилотаж Вот это отношения Кто-то говорит Остаётся вообще просто в таком состоянии Непонимания, как вообще такое возможно И вообще может ли Это, наверное, какая-то фантастика Но, тем не менее Тема расставания Она, я думаю, проживается в жизни Иногда человеком Даже не раз В течение всей этой жизни Да, согласна Были ли у вас в жизни Такие опыты? Ну, вы знаете, мне кажется От расставаний Никто не застрахован Во-первых, даже потому Что все люди смертные И даже Все люди живут, умирают То есть расставание В любом случае Оно происходит в жизни Каждого человека Другое дело Когда рассматривается Расставание В отношениях Тоже бывает разное Бывает расставание С любимым мужчиной Бывает с другом, который уехал В другой город Бывает расставание Со взрослым ребенком Который покинул родительский дом То есть расставание Расставанию тоже рознь Да, действительно И сегодня мы в программе Попробуем как раз Поговорить про то Как правильно Расставаться И вообще Можно ли научиться Этому искусству Расставаться грамотно Именно с партнером Вы знаете Я думаю Что можно Потому что Вообще Можно рассмотреть Какие бывают Виды расставания Такая небольшая Классификация Самое легкое Расставание Когда У двух людей Когда-то любящих Друг друга У которых были Когда-то взаимные чувства Какие-то общие интересы Вдруг приходит понимание Что чувства Просто прошли Они изжили себя Их ничего не связывает И в таком Вот в таком моменте Если они поговорили Или это Допустим Совместный поход К психологу Или они сами С собой что-то Обсудили И поняли Что чтобы двигаться дальше Им надо просто расстаться Чтобы найти Какие-то новые Взаимоотношения Это самый легкий Такой вид Расставания Который Без проблем Когда уже И у того И у другого партнера Да Можно сказать Не болит Да Когда они абсолютно На равных У них уже все Они реально понимают Что просто Этот период завершен Он им что-то дал Они вынесли Из него какой-то опыт И надо двигаться дальше Второй вариант Я бы назвала Ну с оглядкой Наверное на других Когда люди принимают Решение расстаться Но сохраняют Видимость отношений Такая Иллюзорная видимость Хорошей семьи Или хорошего брака Это не очень хорошо В том плане Что Идут какие-то Двойственные отношения Для людей Мы хорошая пара А на самом деле Да Мы по разным комнатам И хуже всего Бывают конечно детям Если в таких семьях Есть дети Они прекрасно чувствуют фальшь Их никак не обманешь И они На них это сказывается То есть у них Немножко портится Вот этот Пример семейных отношений Для них В будущем И мало того Это сразу же психологическая травма Да А во-вторых Это потом Такие сценарии Жизненные И кстати Вот эти детки Вот таких родителей Повзрослевшие Они все чаще Обращаются к психологу То есть такие случаи были На самом деле И чаще всего говорят Задают вопрос Зачем родители Жили И почему они Говорили Что это делают ради нас Да Согласна Вот такое бывает Потому что они не понимают Они понимают Уже взрослыми Будучи взрослыми Стаб взрослыми людьми Что каждый человек Имеет право на счастье И то есть Счастье не в том Что вот Поддерживать какую-то фантазию Для других И создавать видимость А счастье на самом деле Быть счастливым То есть это абсолютно Нормальное желание Каждого человека Быть счастливым Да Но смотрите Тоже В какой Вот если например Они там В несовершеннолетнем возрасте Переживают Вот мама с папой Приняли решение Что они расстаются Это одна травма Да Если Родители живут Ради детей Принося Ну как бы Себя в жертву Да А потом Перекладывают в вину За то что у меня Жизнь была такой несчастной Там да Все это благодаря тебе Я хотела Чтобы у тебя была Полная семья Да Это совсем другая травма Да согласна Тут еще все зависит Вот эта травма Которая бывает Несена в семье В семье Вот этой обстановкой Как родители Друг к другу Относятся после развода Как они на глазах У ребенка себя ведут Продолжают ли они Уважать друг друга Или они вообще в контрах То есть вот эти все моменты Они конечно Вот Да Ну в Великобритании Проводили исследование Это было в 2012 году Как раз брали подростков У которых родители развелись И подростков У которых родители Просто договорились И приняли решение Что ну да Они не являются теперь Мужем и женой Но по-прежнему Остаются матерью и отцом Для этого подростка Так вот Эти отношения Оказались намного Менее травматичны Для ребенка Потому что они были честными Да И ребенок прекрасно понимал Что никуда не делался Ни отец, ни мать Да Просто состояние семьи Немного трансформировалось Да Согласна с вами Да Ну что А какая уже третья У нас наверное Самый болезненный вариант Да Вы знаете Самый болезненный вариант Который В ходе которого Последствия которого Могут быть Плоть от Психосематических Заболеваний До всяких неврозов Это когда Один партнер Принимает решение А второй Или не согласен с ним Или категорически против Или не отпускает его То есть он Таким образом Объявляет ему протест Он не дает ему Права выбора И Вот эта ситуация Расставания Она самая тяжелая И самая бывает Затянувшаяся по времени Потому что Им очень сложно прийти Очень сложно Доказать второму партнеру Почему Как Что Почему так получилось И в итоге Получается Что человека Еще мы И комплекс вины Вешаем То есть я хотела С тобой жить Долго и счастливо Как там До гроба доски А почему-то Жизнь прошла Намного быстрее И я Оказалась у разбитого карета Да Понимаете Вот когда даже В моей практике Бывают такие случаи Что женщины приходят И они занимают Во-первых Когда им мужчина Допустим сказал Что давай мы с тобой Расстанемся Они занимают Сразу обвиняющую позицию Они переходят В роль жертвы И говорят Ну как же так Ему там все свои годы Лучшие жизни Да он мне ведь Клялся по гроб жизни Они Не принимают этого И не хотят принимать И как тогда Будем разбираться Со всем с этим Я думаю Что рассмотрим Все варианты Да При легком расставании Как это можно сделать Да Второй вариант И третий Самый болезненный Мы тоже с вами рассмотрим Итак Если люди Приняли решение Что они расстаются Друг с другом Вот так Сели и обсудили это Да Вообще часто ли Такое в жизни Вообще можно встретить На равных Как два взрослых человека Это бывает очень редко Потому что Все равно у нас Какое-то есть Чувство собственничества Что это мой человек Он принадлежит мне И как это он Вдруг куда-то пошел А меня с собой Не зовет Да У него какие-то там Новые планы Но без меня Конечно Это держит обида Но бывают У меня в практике Был случай Там были отношения Не очень много Девушка пришла И сказала Я испытываю чувство вины Когда мы с ней Стали разбирать Оказалось Что она не может Поговорить с своим молодым Человеком И обозначить ему Что у нее Больше к нему Ничего нету В ходе работы Мы поняли Что она просто Не поднимала эту тему И просто не разговаривала С ним Это что Трусость? Да Она боялась Его как-то Обидеть И чувствовала вину Что она вроде как Изменщится Она вот Ну хочет Как-то свернуть Эти отношения А все Закончилось Очень благополучно Когда она все-таки Решила поговорить С своим молодым человеком Он ей признался В этом же сам Что он понимает Что у них ничего нет Но ради того Чтобы ее не обидеть Он как-то вот Ну отношения не держали Вот и получается Да И вот этот самый Такой способ Который Они в дружеских Отношениях остаются Они могут решать Какие-то там Ну не знаю Может поддержка Друг другу Или еще что-то Какие-то разговоры Ну просто Отношения переходят На совершенно новый уровень То есть безболезненно Марина Расскажите Вот такие Есть определенные Пункты Да Как правильно Стратегия такая Как правильно Можно поговорить Чтобы действительно Выяснить Да Вот эти отношения Поставить Может быть Не многоточие А точку Но это сделать С наименьшими травмами Друг для друга Да-да-да Да Вы знаете Вот Если конечно Вы принимаете решение Рассад То важно конечно Суплять Какие-то определенные Не то чтобы Правила приличия Но какие-то Определенные этапы Этого расставания То есть Сначала Вы должны выбрать Если вы твердо Решили Вы там Испробовали Все что возможно У вас ничего не получается Вы решили расстаться То вы предлагаете Человеку встретиться И поговорить Но причем там Не у кого-то дома Или там Не в каком-то людном месте В котором вы постоянно Бывали А в каком-то новом Нейтральном месте Почему А потому что Если вы любили Ходить в это кафе Вдвоем Или ходить туда С друзьями И вы придете туда Расставаться То это кафе Потом Вы просто не сможете Оно будет у вас Переполнено Такими эмоциями Переживателем Что-то будет Хуже для вас И поэтому Чтобы не Была привязка К какому-то месту Поэтому дома Если вы сидите Дома на диване А потом будете Садиться И вспоминать Что на диване Произошел этот разговор Тяжелый То это не очень хорошо Поэтому Все-таки Я бы посоветовала Выбрать какое-то Нейтральное место Такое Не совсем уединенное Не совсем людное Может быть какой-то там Парк, сквер Что-то еще И вот Место такое Назначить встречу Чтобы обсудить Назначить встречу Надо ли человека Сразу же предупреждать О том Что у меня С тобой Предстоит серьезный разговор Или Вы знаете Я думаю Что лучше Честнее будет сказать Что я хочу с тобой поговорить И это очень серьезно Причем там Не допускается Никаких там Смешков Иронии в разговоре То есть Если человек Если я действительно Настроена расстаться И я хочу Расстаться цивилизованно То это надо сделать серьезно И причем Вот еще Это тоже Опять-таки Я хочу сказать Про женщин Вот Сразу же вспомнила историю Когда Мужчина говорит Она мне позвонила Мы там поссорились Она мне позвонила И так как бы Кокетливо говорит Слушай, давай Надо встретиться Я так обрадовался Букет роз Схватил Прихожу А она мне заявляет Что она меня бросает Он говорит Ну почему Она по телефону Сразу же мне не могла сказать Что у меня Такой серьезный С тобой разговор Я стою с этим букетом роз Такой весь нелепый И вот он до сих пор Имеется в виду Он как раз пришел С этими внутренними переживаниями Если бы я был готов к этому Даже вот просто бы Пока я этот час добирался До места Где мы с ней встретились Мне было бы намного легче Пережить это состояние Мне кажется Это честнее будет К человеку Поэтому Милая женщина Даже Подумайте про интонации Когда вы будете Какие слова вы будете подбирать С какой интонацией Вы будете это произносить Когда вы предлагаете Мужчине встретиться Для того Чтобы с ним расстаться Вот так прямо звучит Как-то встретиться Чтобы расстаться Мне даже как-то печально стало Жизнь состоит И встречи и прощания Так как Цикл какой-то Но если человек Принимает решение Встретиться с вами Для обсуждения Для разговора То у вас должны быть Веские причины Вы должны объяснить Почему именно Вы решили Что вам пора расстаться Вы можете сказать А не просто потому Что у меня сегодня Ноготь сломался Нет Как раз Ноготь ни при чём Вы объясняете Что допустим Я не знаю Я пыталась Смириться с этим Но я не могу Это нарушает Какие-то мои жизненные ценности Или вот Я пыталась Привыкнуть к этому Но тоже не могу То есть вы должны Чётко Обозначить причину И причём Привести аргументы Не то что Я так хочу Не объясняю Чтобы человек Не оставался Неведен И он должен знать Причину обязательно Это тоже будет Честность по отношению Потому что это самое сложное Наверное Оставить партнёра И оставить Тысячу и тысячу вопросов В его душе В его сердце Почему она ушла Или почему он ушёл Да Мне кажется Это очень хороший вариант Когда человек Понимает причину Он не теряется В догадках Он не начинает Себя копать Что во мне не так Из-за чего Он так получилось Вот На этой встрече Если уже разговор заходит Вы объяснили причину Не надо припоминать Каких-то бывших обид Я там долго так Пыталась Что-то Ждала от тебя Надеялась Ни в чём Не обвинять человека Всё Это уже произошло И вы приняли Какое-то решение Это уже ни к чему Вы, во-первых, можете Скатиться на повышенный тон Вы можете начать Кричать на человека Можете его обвинять Обзывать Может получиться так Что ваше расставание Не будет расставанием И потом Человек будет просто вспоминать Каким тоном И как вы с ним разговаривали То есть Вот эта цивилизация В отношениях Это человечные добрые отношения Когда ты понимаешь Что, во-первых Раз ты принял решение То ты Находишься в какой-то позиции Да Что всё-таки И ты Будь добр Относись как-нибудь К человеку По-человечески Ты пойми его Что ему очень непросто Для него Ты там, может быть Это решение принимал И переваривал Несколько там Дней, месяцев А для него Это новое Годы, да? Да, да Ты уже внутренне готовился К нему А ему-то Как снег на голову И поэтому Мне кажется Вот это уважение Спокойствие Оно должно обязательно Присути Как бы не было Тяжело Потом это можно Всё дома Прореветь Высказать Сходить к психологу Ну вот надо как-то Постараться себя Держать в руках Очень важный пункт Действительно Да И я бы ещё, конечно Хотела отметить Что вот На таком моменте Как разговор О завершении отношений Не нужно вспоминать Каких-то романтических моментов Из вашей жизни Во-первых Это будет больно Да Человек Вы ему что-то вспоминаете Он понимает Ну и что, что было Ну несмотря на это Что было Она меня оставляет То есть Или они Эти романтические воспоминания Они могут у вас Увести совсем в другую сторону До этого разговора Не состоится Вы будете нервничать Переживать Опять выстраивать Новый разговор У вас будет не получаться То есть Вот этот уход в романтику Он Вы можете потом Да Можете потом Тихонечко Да, несмотря на то Что французы говорят Даже люди Которые выпили чашку кофе Да И то уже имеют право На воспоминания Но это Если вы всё-таки Решились на этот Серьёзный разговор И расставание Это не повод Для того Чтобы бередить себе рано Да, согласна Потому что человек Тоже может начать Задавать себе вопросы Вот если же ей так было хорошо Почему же она сейчас Меня бросает То есть это как-то Какое-то несоответствие Получается Ну вот Пожалуй По этапам всё Ну Я единственное Что могу Посоветовать Порекомендовать Наверное Не посоветовать Конечно Принятие решения Расставания Оно даётся Всем очень тяжело И себя Можно как-то Саму себя Можно как-то Подготовить Есть такие методики Которые 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 вот сейчас Может быть Человек едет Там за рулём Или там просто Дома в офисе Где-то слушает Нашу программу Практической психологии Скажет О, вот я как раз Сейчас пребываю На таком состоянии Да Ну что вы посоветуете мне Мы не советуем Мы даём рекомендации Рекомендуем Да Знаете, мне нравится Очень письменная Нарративная практика Дарьи Кутузовой Она Кстати, мы всё С вами называем Нарративно Нарративно Давайте мы немножко Наших слушателей Введём Понятно, что это термин Да Но чтобы они тоже понимали Что это за термин Расскажите Несколько слов Ну, нарративная практика Нарративный подход Это один из подходов Психологии Или психотерапии То есть один из Это целое мировоззрение Целая философия Он основывается Подход на том Что Проблема существует Отдельная человека То есть Как говорил Основатель Нарративного подхода Майкл Уайт Что Проблема не в человеке Проблема в проблеме Мне так нравится Вот эта фраза Да Понимаете Вот Один из техник Вот этого метода Это метод Эркстернализации Когда проблема Она извлекается Из человека То есть Мы про человека Уже не можем сказать Что он там Ленивый Или он там Нерешительный Мы просто можем Говорить Что К нему приходит Нерешительность В таких-то моментах Потому что Как известно Проблема не может На сто процентов Завладеть жизнью человека Есть какие-то сферы жизни В которых она Ну просто не действует Просто не подвластна И у человека И у человека Есть какие-то Знания и опыт В эти сферы Её не пускать То есть Если в чём-то Она проявляет себя То куда-то Он её не пускает И очень важно Найти вот эти силы В нём Знания и умения Которые В которые Он не пускает В другие сферы жизни Этой проблемы Анативная практика Она строится На вопросах Очень интересных Как говорил Майкл Уайт Что Мои вопросы Могут показаться Странными Но другие Похожи Вам уже не помогли То есть Они основаны На жизненных принципах Убеждениях Кредо каких-то Что в повседневной жизни Не так часто Мы говорим О твоих ценностях Там ещё чего-то Это подход Который полностью Ставит клиента Конечно Это не один Единственный подход Который ставит клиента В центральную позицию Но один из Причём В активную позицию Да Да И нарративный практик Он себя не считает Экспертом Ни в коем случае Он не интерпретирует Не классифицирует Никак вас не разделяет На какие-то ранги Он всю экспертность Отдаёт человеку Потому что он понимает Что только человек Эксперт в своей жизни И я не могу Смотреть на его жизнь Его глазами И я могу Просто ему показать Тропинки Которые он допустим Не замечает В ходе его разговоров И которые могут Привести его к себе Да А так часто бывает Когда человек приходит С проблемной историей Он рассказывает И когда нарративный практик Слушает Он понимает Что есть какое-то Несоответствие Он допустим Человек может заявить Я такой трусливый Я не могу там Даже слово сказать И вдруг в процессе терапии Да В процессе разговора Он говорит Там собака побежала И я заступился за девочку А как же так А как же так Да То есть вот Нарративный практик И вся его задача Состоит Слушать Одним ухом Слушать рассказ А вторым ухом И цеплять то Что проблем не соответствует То есть какие-то Вот так и называются Уникальные эпизоды И уже основываясь Отталкиваясь от их Мы человеку показываем их Мы их Допустим Мы говорим Почему для вас Было так важно Вот остановить Эту собаку Какими принципами Вы руководствовались То есть мы поднимаем Выше Не только С момента действия Что он просто выбежал И защитил девочку Мы обсуждаем Почему это ему важно Чем это продиктовано Что это говорит о нём Как о человеке Да И этот человек Укрепляет в том Что он всё-таки Как-то может И умеет Справляться с проблемой И в нём Эти силы есть И вот от этого Устанавливается легче Спасибо большое Марина Ну вот мы теперь с вами знаем Что такое нарративная практика И давайте Тогда одну из методик Вот этого самого Направления Связанной с нашей темой Программы Я вот как раз И предлагаю Вот Она наверное Есть Это методика Конечно в открытом доступе Ещё раз повторю Это Дарья Кутузова Автор этой методики Она нарративный практик Причём у неё Письменные практики Всё что связано С письмом Кому это близко Отрясающе Хорошо работает Это очень сильно работает Причём у неё есть И ограничения И разновидности То есть человек может Выбрать для себя Что ему в данный момент Подходит Актуально И вот у неё как раз Вот эта письменная практика Она так и называется Подготовка К серьёзному разговору То есть это в принципе Не обязательно к теме К теме расставания Это может быть любой Любой разговор Который какой-то Будет решающим Вашей жизни Каким-то поворотным Отлично Тогда нам подробнее Пожалуйста Хорошо Просто берётся бумага Ручка В какое-то уединённое место Чтобы вас никто не отвлекал Важно очень Побеспокоиться О своей безопасности Если вы это пишете Но допустим Боитесь что тот Это прочитает И не хотите То есть это всё Соблюсти важно Чтобы вас не отвлекали Звонки Дети Что-то ещё Шум за окном То есть такое погружение Да Это полное погружение В своём внутреннем Да-да-да Первый пункт Вы должны Отвечать на меня Просто быстро Честно И не особо Разглагольствуюсь Об этом Первый пункт Это что произошло В моей жизни В голове В сознании Или внутреннем мире Такого Что вынуждает меня К этому серьёзному разговору То есть Вот если В разрез тему нашей Да Если параллель Что произошло такого Что я приняла решение Расстаться с партнёром Да-да-да Ну рассматривать На всех уровнях Да-да-да Конечно Так Второй пункт Почему мне важно Поставить другого человека В известность О моих обстоятельствах И намериях Почему я не могу молчать Тоже Очень такая хорошая Формулировка Потому что ведь Некоторые годами молчат Да-да И для них Вот это важно Не наступает Понимаете Да-да-да Согласна Хорошо Третий пункт На что я надеюсь В результате этого разговора Что может возникнуть Такого Чего пока нет Что может быть Наилучшим исходом Для меня Для собеседника Что может быть Наилучшим исходом Для отношений То есть получается Что мы ставим И себя Да Задаем этот вопрос Да И пытаемся Со стороны партнёра Тоже посмотреть Хорошо Хорошо и ему Да То есть мы не забываем Что мы не только Если разговор Происходит Между двумя людьми То мы естественно Заботимся И о другом человеке Тоже Ну вот Насчёт Заботимся Не знаю Вот я тут Наверное Поспорила А то что мы Пытаемся По крайней мере Посмотреть Глазами партнёра На ту ситуацию В которую я его Погружу Ну хотя бы Я бы могла сказать Заботимся О душевном состоянии Состоянии Да То есть если например Мы понимаем Что если я скажу Человеку Что я ухожу Из его жизни И он Какие-то Начнёт делать Такие Критические шаги Да А я этого боюсь В связи с чем-то У него там Душевное Какое-то заболевание Или ещё что-то Тогда мне надо будет Рассмотреть ситуацию И попытаться Более Мягкими способами Донести Да Потому что Часто бывает такое Я думаю Что тоже Вы в практике встречали Когда мужчина приходит Сообщает женщине Она с маленьким Ребёнком В послеродовой депрессии Что он уходит от неё Да То вы понимаете В послеродовой депрессии В норму выйти Очень и очень сложно И тогда Сколько случаев в жизни В нашем городе бывало Когда женщина Просто уходит из жизни Да Оставив этого ребёнка Мужчине Который принял Только что за неё решение Что он вообще уходит от них Поэтому всегда взвешиваем Каждое слово Да Обязательно И вот как раз Эта методика Нам с вами даёт Такую возможность Так Четвёртый вопрос Чего я боюсь Каков может быть Наихудший исход Этого разговора Для меня Для собеседника Для отношений То есть здесь предполагается Что да Тут разбираются варианты Когда мы разбираем Нам становится легче От вариативности То есть я могу предположить Каким исход будет Этого разговора Он может с мной согласиться Он может протестовать Он может сказать Мне нужно время То есть все варианты Они должны быть Ну выписаны И иметься в виду Чтобы это тоже Для человека Который решил расстаться Не стало неожиданностью То есть все варианты Тоже рассматриваются И при этом Вариативность У тебя Когда ты это понимаешь Ты тоже начинаешь Примерять Наверное Вариант развития А вот вообще Стоило ли мне Вот эта шкурка Выделки Надо ли мне Необходимо Потому что смотри Как звучит Чего я боюсь И наихудший исход Да Мы не всегда Задумываемся Вот реально Об этом Когда пытаемся Расстаться Например С тем или иным человеком Да Пятый пункт Чем в том Что у нас сейчас Есть в отношениях Я бы ни за что Не хотела пожертвовать Вне зависимости От исхода разговора Что из того Что сейчас существует Мне бы хотелось Обязательно сохранить Защитить Уберечь И почему Ну тут про ценность Да Про ценность В чем ценен мне Этот человек И наши отношения Да Вот мне кажется Иногда прописывая И отвечая честно На такие вопросы Можешь и передумать Вообще расставаться Можешь и передумать Такая корова Нужна самому Да Можно и передумать Я согласна Очень хорошая практика Так Шестой вопрос Если представить себе Что разговор уже состоялся И закончился Оптимальным образом И вы Из этого Возможного будущего Смотрите назад На сам этот разговор Чем в своих поступках И словах В том Как вы это Организовали И в том Как вы себя удержали Во время разговора Вы могли бы гордиться За что вы могли Себя уважать То есть Как вы себя вели Во время разговора То есть Вы Как бы я себя вел То есть Мы сейчас просто прогнозируем Да-да-да-да Или своего рода Проигрываем Проигрываем эту историю С этим разговором А потом Смотрим на то Как будто же разговор состоялся И думаем Что я сделала в нем правильно То есть Такие варианты Допустим Я очень себя вела спокойно Я Да Я этим горжусь Мне это далось тяжело Но я этим горжусь То есть Такая опора На что Можно потом уже При разговоре Опираться Что это возможно Даже Наверное Можно сначала На листе бумаги Это сделать А потом Это можно сделать Один на один С зеркалом Да Это будет Как бы усиление Такого эффекта Это будет Очень хороший вариант Так Дальше Какой пункт у нас идет Седьмой Какие ваши особенности Привычки Поведения И прочее Могут вам помешать Провести этот разговор Оптимальным образом Допустим Если я человек Спыльчивый Я знаю об этом Я могу Будет упомянуть Что да Мне вот Будет нелегко Удержаться В каких-то рамках То есть Это тоже обязательно Нужно прописать Чтобы это потом Для себя Не стало Такой Открытием Да Или вот Из классической Литературы Пример Сразу же у меня всплыл Когда каждый раз Мужчина Когда пытался Прийти жене Сказать о том Что он ее оставляет Она падала в обморок И когда она приходила В себя Он пугался Она приходила в себя И он уже Дальше не решался Продолжать разговор И это длилось Очень-очень долгое время Он понял Что он не сможет Больше ей вот Сказать об этом Он просто написал письмо Чтобы не видеть Как она в очередной раз Селит сознание Так Восьмой пункт Что можно сделать Чтобы подстелить Соломки И предотвратить Пагубное влияние Этих особенностей Привычек Поведения На сам процесс разговора Может вам могут помочь Какие-то внешние средства То есть Ну какие-то Может быть напоминалки Если вы знаете Что вы вспульчивы Да, ну можно там что-то взять в ручку В руку Ручку какую-нибудь Да, какой-нибудь Ну что-нибудь Что будет вам Вот конкретно Напоминать о ваших способностях Которые могут помешать Введению этого разговора Великолепная практика есть Ручка Она может превратиться в орудие Да, в таких Во время вспыльчивых Да, моментов А вот если, например На руку Одевают резинку Знаете, да? Я слышала о таком Слышала Великолепно Я даже на себе Например, отравила Когда мне хочется Вот я прямо чувствую Что я теряю контроль Да, я вот эту резиночку Просто беру Да, мне кажется Это все великолепно будет И она помогает тебе Как раз войти в состояние Здесь и сейчас И оценить Да, согласна Это вот мне кажется Это очень будет хороший Такой вариант Что ты уже знаешь Какие у тебя вот Ну не очень совсем Хорошие черты Что может помешать разговору Ты сделаешь напоминалку Угу Идем дальше У нас еще есть Несколько пунктов, да? Так, девятый пункт Был ли у вас в прошлом Опыт успешных Серьезных разговоров Чтобы вы могли Позаимствовать оттуда Если бы только Опыт неуспешных разговоров Если был Да Если был только Опыт неуспешных разговоров Повторение Чего бы Ни в коем случае Не хотели То есть мы тут с вами Анализируем Свой собственный опыт Предыдущий Да И делаем Если у нас есть Сильная сторона Мы на нее опираемся Если же слабая Мы понимаем То тогда надо укрепиться Да Это опять-таки Вопрос К постоянному Потерю сознания Оказывается Я еще Возвращаясь К этому же пункту Оказываясь Когда дальше Уже семейный психолог Разбирал Вот эту ситуацию Мужчина каждый раз Пытался Женщине сказать Что он уходит от нее Она падала Это же тоже Своего рода манипуляция Конечно же Она четко понимала Почему вдруг Ее сознание Начинало ее отключать Да Просто не хотела Это восторжить Нашла такой способ У каждого человека Свой способ Поэтому мы Это тоже с вами Предполагаем И используем Или не используем Это все зависит от нас Хорошо Что там еще За пункты Так Десятый пункт Это очень длинный Но я несколько Прямо суть Как бы вам хотелось Чтобы сописедник Вас слушал Так То есть мы с вами Должны спрогнозировать Для меня идеальный бы вариант Если бы он шел Молчал А я бы говорила Образно говоря Да Или там соглашался С моими доводами То есть что было бы Для вас наиболее Вот таким вот А вот для чего это Это тоже А если вот в итоге Получится Что совсем все не так Как мне бы хотелось Ну тут надо учитывать Конечно Вот Если вы решили Серьезно поговорить Вы безопасили себя Вот этой резиночкой То есть вас Не должно уже сбить с толку Что собеседник Реагирует как-то не так К другому То есть да То есть вы все равно Придерживаете свои линии Как бы не пошел Вот ход этого беседы Поняла Итак Идеально Да Если бы Как бы вам хотелось Чтобы собеседник вас Слушал во время разговора Отвечаем на этот вопрос Честно Искренне Да Но и в то же время Еще наверное У нас есть такие моменты Как например Вдруг он поведет себя по-другому То как Может он себя повести Да Ведь вы же с этим человеком Наверное уже знакомы Вы уже с ним прожили Тут какие-то моменты Там наезда Критики Еще что-то Да Вы уже можете тут же В этом пункте прописать Как я могу прореагировать Как я могу прореагировать Зная особенности этого человека Да То есть совершенно верно То есть вы должны себя тоже Подготовить К возможным реакциям Даже психологически Да Ну и словесно может быть Конечно Но помни о том Что ответственность за разговор Лежит на ваших плечах Потому что вы стали инициатором Да Одиннадцатый пункт Одиннадцатый пункт Предпоследний Что вам известно о том Что собеседник ценит вас И в ваших отношениях Что может способствовать Проявлению доброй воли С его стороны Во время предстоящего Серьезного разговора То есть тут Как по вашему мнению Что ценит вас человек И будет вас слушать Внимательно в этом разговоре То есть может быть Он что-то настолько сильно уважает вас Допустим уверенность И готов Или как эксперт Да Готов слушать Ну и последний пункт В какой обстановке Должен проходить разговор Чтобы и вы И собеседник Чувствовали себя в безопасности И испытывали хотя бы Относительный комфорт Защищенность Тоже прописываем То что мы говорили То есть это выбрать Какое-то место Которое не будет Потом напоминать Об этом разговоре И поставить там Определенную точку Да Хорошо Марина Давайте еще раз напомним Что это за методика С которой мы только что Поделились слушателями Автор ее Дарья Кутузова Это Нарративный практик Она занимается Письменными Нарративными практиками И называется Подготовка к серьезному разговору Которая может Применяться Абсолютно в любых сферах Разговор с начальником Разговор с зарослеющим ребенком Абсолютно Так что, друзья, можете найти Это есть в открытком доступе В интернете Если это вам интересно Вас сегодня заинтересовало То, пожалуйста, щедро делимся Используйте Мы продолжаем программу Практической психологии Сегодня у меня в студии Практикующий психолог Марина Лыскова И мы говорим о том Как правильно расставаться Ну что, рассмотрели варианты Как подготовиться К моменту расставания Рассмотрели варианты Способы расставания Но вот есть еще Я думаю, вообще в жизни И в практике Лично у меня были такие отношения Как незавершенные отношения Давайте вот вы сейчас С легкой вашей руки Расскажите Что такое незавершенные отношения И как с ними быть Как с ними жить Их плюсы и их минусы Завершенные отношения Конечно, они могут быть С обеих сторон То есть, неважно, кто инициатор Человек может принять решение Расстаться Второй его может просто не отпустить И вот эти отношения Они, наверное, самые тяжелые Это вот один из вариантов Когда второй партнер сопротивляется Бывает ведь так Что ты вроде расстался с человеком И все равно ты продолжаешь С ним какую-то связь поддерживать Что-то обращаться Может быть Созваниваться Иногда встречаться Слугами Пользоваться какими-то Да, это тоже незавершенные отношения Хотя у каждого уже своя семья Уже свои дети Да Но тем не менее Почему-то эти отношения Они тебя или вдохновляют Или опустошают Вот везде Везде бывает по-разному Да Ну, начнем с опустошения Чтобы потом закончить На хорошей ноте Хорошо Ну, во-первых Незавершенные отношения Это, конечно, поглотитель энергии Так Еще, не помню в какие годы В 50-е вроде Был произведен такой эксперимент Когда студентам Блюма Зигарника его проводила Когда студентам дали задание Двум группам студентам Дали задание И через какое-то время Одних остановили Они не завершили это задание Не довыполнили А вторые выполнили И потом, когда они проводили наблюдения И тестировали их дальше Оказалось, что студентам Которые не дали завершить задание Они мысленно возвращались В два раза чаще к нему Их это беспокоило и волновало То есть в природе И они лучше о нем помнили Да Они постоянно о нем помнили Потому что в природе Есть определенный цикл Есть начало Есть середина Есть завершение Если какое-то Любое дело Остается незавершенным Мы постоянно о нем думаем Также и незавершенные отношения Они как некий Такой поглотитель энергии Мы все время о них думаем Мы возвращаемся в мыслях Если, допустим, кто-то считает себя Причиной этих разрывов отношений Он начинает в мысли себе гонять Что вам и не так Да почему так А вот если бы это А если бы то То есть это вот Отнимает энергию очень сильно Да, вот вы сейчас говорите Про незавершенные отношения А я вот ловлю себя на мысль Что мне тоже чувство незавершенности Оно меня всегда очень сильно напрягает Я, например, захожу домой И для меня очень важно Чтобы двери были закрыты Да Вот это И когда супруг спрашивает Ну почему Не мешает же там в кухне, например Я говорю Мне это чувство завершенности Вот необходимо Да, да, да Это правда Потому что вот Даже у нас В жизни, мне кажется, каждого Есть много каких-то мелких Незавершенных дел О которых приходится помнить Сходить там Оплатить счет Позайти в безберкасу Сдать книги в библиотеку И когда они не завершены Мы постоянно думаем о них И вот это вот Постоянно она в таком тонусе держит Что надо, надо, надо Ты уже доделай Да А что же говорить про отношения Да Если они не завершены Можно ли завершить отношения Мы тоже об этом поговорим Да Но сейчас мы продолжаем о минусах И так много энергии забирают Еще что? Так Я хочу, наверное, уточнить тот момент Как понять, что отношения не завершены Если, допустим, расставание произошло Или развод, или расставание Понять, что незавершенные отношения Может надежда у одного из партнеров На восстановление связи Что когда-нибудь он снова ко мне вернется И мы будем вместе Да Вот эта надежда Она Надежда Какие-то вот фантазии Иллюзия Самокопание, может быть, даже Что вот если я исправлюсь То он точно ко мне придет Обратно Да Или вот еще такой вариант Сейчас очень сильно распространен Встретились какое-то время Провели вместе Да Потом разъехались в разные города Но женщина не может наладить Свои отношения Вот реальные Да Она все живет Вот что вот там В другом городе Где-то есть Вот моя вторая половинка И когда-нибудь Может быть А эта вторая половинка уже давным-давно Женилась Там да Обзавелась с детьми И совсем не думает о том Что нужно еще вот жениться Там еще на очередную девушку Да-да А так как мысли у нее Связаны с этим человеком То, допустим, она и новые отношения Уже выстроить не может Почему? Говорят, что незавершенные отношения Незавершенные, да Мешают твоему счастливому настоящему Да-да-да Все верно И будущему Бывает так, что Минус в незавершенных отношениях Да, что Человек не может двигаться дальше То есть ему все-таки Эти отношения надо завершить И нужно поставить какую-то точку Или как клиентка, например, одна говорит Я ощущаю себя Что у меня на каждой ноге По огромной гире И я Если я и делаю какой-то шаг То я делаю с таким трудом Да Что эти гири меня обратно возвращают Это тоже тема Из незавершенных отношений Угу Хорошо Какие есть плюсы? Плюсы? Да Ну, знаете, вот мне кажется Что плюсов-то вот очень достаточно Потому что Вот почему люди оставляют Эти незавершенные отношения Да, потому что Оказывается, плюсов намного больше Да, потому что Вот эти незавершенные отношения Можно Пустить на благо себе То есть На развитие себя Это не самокопание Как раз Это может быть Понятно, что там Может быть, если у нас время будет Вот мы затронем этап проживания Вот этого, да Расставания В каком-то этапе Когда ты не знаешь Куда направить энергию Которая у тебя освободилась Тебя направляла Допустим На близкого человека Она может быть направлена На какое-то создание Чего-то нового Люди уходят в творчество Они завершают какие-то проекты Они едут путешествовать туда Куда хотели Давно, но не могли То есть Они могут себе Что-то перенаправить Свою энергию И Во благо себе Вот Есть, конечно, тоже ряд вопросов Которые тоже могут помочь Они тоже из нарративной практики Их немного Я их могу озвучить Отлично Итак, эта методика работает хорошо На завершении отношений Правильно? Которые мы сейчас будем делиться Да, да Я бы сказала, что На отпускание этого человека И на завершение Да Что не то, что завершить А вот уже отпустить Чтобы не болело В нарративной практике Есть такое упражнение Оно называется Remembering То есть восстановление участия Оно состоит из вопроса Участие с собой С собой Нет, восстановление участия Того человека Да То есть вы его Как бы рассматриваете заново И понимаете Что он был в вашей жизни Вопросы-то такие Тоже тут можно Они вариативные Если вы прийдете На приём к нарративному практику Он вам даст их больше Намного Ну бы красненько Но по существу Да Вопросы такие Что изменил этот человек В вашей жизни То есть Тут тоже Нужно отвечать честно Кратко Тоже можно письменно Можно письменно Можно устно То есть Что он принёс В вашу жизнь Да Что он там Допустим Более возможным Стало с ним Если бы я попросила Рассказать его О вас Что бы он мне рассказал То есть мы тоже Спрашиваем Что человек Вас видел Как вам кажется Что этот человек Мог видеть вас И ценить Какие навыки Умения Вы приобрели Находясь В этих отношениях Это тоже немаловажно Потому что Если вы были вспыльчивы А партнёр ваш степенен То он мог научить вас Спокойствию И это Очень большой плюс Даже при таком развитии Или Именно при этом партнёре Вы чувствовали себя Красоткой Такой неповторимой Да Тут это тоже дорогого стоит Конечно Вы будете на это опираться Уже других отношений Отлично Как могут измениться Ваши отношения С другими людьми Если вы будете Каждый день помнить Что у вас есть это То есть Вы признаёте Какое-то Своё новое качество Которое получили Благодаря этому партнёру И которое Может Будет Вам помогать В построении новых отношений То есть Благодаря тому Бывшему партнёру Вы можете уже Начинать строить Новые отношения Да Новые отношения Ну вот Этот и опор Что из этого Может стать вам опорой Что становится Более возможным С таким опытом Если человек Да Он вам привил Какое-то спокойствие То это какие-то Новые возможности Для вас открываются Если ваша вспыльчивость Не давала вам Заниматься каким-то Видом деятельности Или знакомиться С какими-то людьми То это сейчас становится Вполне возможно Потому что это есть вас Это уже часть ваша Да И зная о том Какой вклад Внёс этот человек В вашу жизнь Что бы вы могли Сейчас сказать Этому человеку Ну тут обычно Конечно Волей-неволей Напрашивается Благодарность Потому что на самом деле Когда ты сидишь Это разбираешь Ты можешь Уреветься весь Может Будет тебе тяжело И больно Но ты когда поймёшь Что Несмотря на то Что расставание Это очень тяжело Вот эти моменты Найти И Который дал тебе человек Который научил Что-то привнёс В твою жизнь Какие-то ценности У тебя появились То это вот Очень хорошо Ну вот смотрите Я вот сейчас вас Марина слушаю И понимаю Что иногда Нам вообще Женщинам свойственно Фантазировать Мы мужчинам Можем легко Раздавать авансы И вот мы Проведя какое-то Определённое время С этим партнёром Не завершив отношения Мы его идеализируем И вот когда ты Начинаешь эту практику делать Ты понимаешь Ну вообще-то Шкурка выдунки Не стоит Да Дал он тебе что-то Или нет Да То есть Даже с точки зрения Что может быть Мне уже пора Его давно Давно отпустить Чтобы двигаться Дальше Да Отлично Вот эти вопросы Мне кажется Письменная практика Наративная Она очень хорошо Проясняет то Что вот Глубоко где-то Внутри сидит Но ты не можешь понять И когда правильными Вопросами Ты это достаёшь С себя И понимаешь Да Действительно Но ещё бы хотелось Так как мы с вами Проговорили Про незавершённые отношения Всё-таки вы за то Чтобы завершать их Или же вот вам нравится Что плюсов там У них очень много Ваша личная точка зрения Моя личная точка зрения Очень много бы проблем И расставаний Удалось бы избежать При помощи Простых разговоров Вот обычные Человеческие разговоры Люди не умеют Или не могут Или не хотят Озвучивать Что их беспокоит Из-за этого развивается Какое-то непонимание Оторжение Неприязь Обида То есть очень много Можно было избежать Если просто Сесть и поговорить Сесть и поговорить Да Я конечно за то Чтобы соотношения Сохранялись Но если вы понимаете Что они вам не дают Двигаться дальше Они вас тормизят И затягивают Куда-то вниз То скорее всего Что лучше Эти отношения оставить Как ставить Правильную точку Расскажите Правильную точку Вот Мне кажется Вот эти все этапы Которые Нужно соблюсти Это и Уважение К партнеру К которому Ты это говоришь И воспоминание То что он тебе дал И очень честный Разговор с собой Действительно ли ты Хочешь Или это Твой способ Анипуляции И конечно Есть одно Такое Небольшое упражнение Оно так и называется Точка Если хотите Я его Очень хотим Очень Сегодня прямо Мне нравится Сегодня наша программа Потому что Кругом Берите инструмент Даем слушателям И пользуйтесь Итак Практика под названием Точка Что необходимо для этого Вы берете просто Листок бумаги А4 Ставите на него точку И глядя в эту точку 10 минут Представляете Как все ваши эмоции Все ваши чувства Выходят из вашего сердца Через область Между бровями И сливаются в эту точку То есть То что вы чувствуете На данный момент По отношению к этому человеку То что вас может быть Не отпустило Обида Раздражение Жалость к себе То есть вы все эти эмоции Забираете И мысленно выводите их Через область третьего глаза И вы проговорите Внутренне или вслух Я ставлю точку В наших отношениях Если У вас такое Затянувшиеся Вот эти Незавершенные отношения Вы хотите То это можно делать Почаще Можно делать Там 10-15 минут Прямо проделывать Каждый день Почему 28 дней Ну Сила привычки Наверное То что все-таки Она Как бы Ты сам начинаешь В нее верить То есть Если ты сделала Раз-два То ты не понял А если ты Какое-то продолжительное время То это уже Систематически Да То уже настрой Такой у тебя Настрой боевой И ты глядишь Готова уже Эти отношения Завершить Которые Ну например Изжили себя Да Вот смотрите Любые отношения Это ведь Можно сказать Всегда по-живому Да Это Люди вместе жили Вместе мечтали Вместе Наслаждались Вместе страдали Но это все Да Все из нашей с вами жизни Да И даже если Мы с вами пришли К мысли о том Что Да Пришло время расставаться То помните о том Что расставаться Нужно с благодарностью Вот как вот Научить А у человека Кипит Боль Эмоции Состояние Того Что меня тут Бросили Или наоборот Я кого-то бросил Да Вот как тут В такие минуты Еще и благодарить Человека За то что Вы знаете Надежда Вот я могу сказать Что всему свое время И вот Этапы расставания Они тоже имеют быть Они похожи На этапы проживания Гори или утраты То есть сначала Естественно Это идет Когда вас поставили Визвестно Что с вами хотят расстаться Это конечно идет Шок и отрицание Нет Такого быть не может Да Это не со мной Почему я Почему он уходит Собирает чемоданы То есть это отрицание И я могу сказать Как практик Что на этом этапе Помощь психолога Абсолютно бесполезна То есть вот Даже если друзья Зададутся целью Вот в этот момент Сразу схватить человека И бежать к психологу То этого делать Абсолютно не надо То есть человек Он должен Вот в этом состоянии Просто в этом шоке Отрицание Как защитная реакция Для психики То есть такая Душевая анестезия Чтобы выжить Вот в этой боли Через какое-то время Приходит злость Ее обязательно Тоже надо прожить Надо проговорить Прописать Можно сходить К психологу А вот не в себе оставить Чтобы злость начала Разрушать вас Изнутри Понимаете Все психосоматические состояния Не возникают на этом этапе Когда вы в себе Все консервируете Это у вас через кожу Выходит Начинает болеть горло Потому что вы не можете сказать Злость Выходит через кожу В виде аллергии Неродермита Какого-нибудь То есть ваше тело Уже кричит Что избавь меня от этого Я больше не могу Да Я не могу это Это самый первый Такой показатель Что у вас очень много Вот этих Непрожитых эмоций Потом После вот этого Этапа злости Да Вот этот этап Чем хорош То что вы можете Сходить к психологу И проработать Хотя бы то Что вы хотели бы сказать Партнеру Но вы не могли Или вы там Может вам какие-то Моральные принципы Не позволили кричать Там материться на него Или там бросать на него тарелками А с психологом Все это можно А это все можно Провести Техники С разной Можно в арт-терапии Воле цивилизованной Можно прям там Побить подушку Психолог найдет Как помочь Потом начинается Этап такой Я бы сказала Сомнений или надежд Когда начинаешь Вот эта злость проходит И начинаешь думать А вдруг вот Если бы я поступила так То он бы наверное не ушел Или а вдруг вот Если я вот так То он наверное вернется Нет Это вы уже не будете Да Это самообман Самообман такой После этого Когда вы понимаете Что человек не возвращается Вы покопались вроде в себе А он как бы не думает Вернуться Значит все У вас начинается такая Ну я бы сказала Что это депрессия В зависимости от того Какой предложительности Вы были Состояние отчаяния Состояние отчаяния Что очень тяжело Но я тоже считаю Что его надо прожить Да И вот на этом этапе Кстати Тоже психолог Психотерапевт Помочь может Да Потому что наедине С этим состоянием Невозможно остаться И справиться Да Я согласна Что это вот Это такой период Полного опустошения Разочарования В других людях Разочарования Кто-то Искраниц Искраниц Он сразу же Выпрыгивает В новые отношения Но это Он не спасается Обрекает себя Изначально На повторение Того же самого Сценария Чаще всего И вот когда время Проходит вот этого Состояния Такого не очень хорошего Да Потом уже начинает Приходить Смирение И благодарность К тому Что дал партнер И прощение И вот когда Вот эти этапы Когда ты искренне Чувствуешь Что да Ты благодарен За то Что вот он Это и это И приходит Прощение Ты можешь ему Сказать спасибо И ты понимаешь Что тебя там Уже не цепляют У него какие-то фотографии Или там Что ты его там Где-то увидела Вдруг не случайно Все Ты понимаешь Тебя отпустила И вот остается Такая вот Чувство благодарности За то Что этот человек И вас связывало Прошлое И в этом прошлом Наверное было Много чего хорошего Конечно Я думаю Что в любых отношениях Есть за что поблагодарить И что вспомнить Ну что Вот такая у нас Сегодня получилась Программа С вами Практическая психология Семейный психолог Надежда Бушмелева А сегодня программа Как правильно расставаться И мы эту программу Рассматривали Глазами Марины Лысковой Практикующего психолога И нарративного практика Ну что Спасибо Марина Вам большое Всего доброго Всем отличного настроения Любви и счастья Практическая психология Практическая психология